В данном видео произведем установку WSL. WSL — это подсистема Windows для Linux. Позволяет установить дистрибутив Linux в Windows и обращаться к нему при помощи терминала. Предназначена в первую очередь для разработчиков, но может быть использована всеми желающими. Основными преимуществами WSL является то, что подсистема требует меньше ресурсов компьютера, чем полноценная виртуальная машина. Также еще одним преимуществом является общий доступ к файлам. К одному и тому же набору файлов можно получить доступ и в Windows, и в дистрибутиве Linux. Для начала откроем PowerShell и в следующей команде узнаем версию Windows. Перед установкой WSL желательно полностью обновить систему и установить все обновления, если они есть. Также требуется Windows 10 версии 2004 и выше, то есть сборка 190, 41 и выше, или Windows 11. У меня версия 22H2, сборка 190, 45. А значит, системные требования соблюдены. Следующей командой запустим установку WSL. У нас выйдет сообщение о том, что заброшенная операция требует повышения. Предоставляем права администратора, выбрав «Да» в каждом окне. Сначала устанавливается платформа и подсистема, а далее происходит установка самой Ubuntu. После установки необходимо перезапустить компьютер. После перезапуска открывается командная строка, где происходит установка Ubuntu. Также на этом шаге может произойти ошибка виртуализации. Если это произошло, то необходимо включить виртуализацию в BIOS. Большинство возможных ошибок и их решения собрано на этом сайте. После установки нам предлагают назначить имя нашего пользователя. А также установить пароль. По умолчанию устанавливается Ubuntu 2204. Последняя на момент записи видео LTS-версия. Собственно, систему установили. А что можно сделать? Например, можно установить веб-сервер. У меня есть на канале плейлист установка веб-сервера. Или изучить основные команды терминала. Также есть плейлист основы терминала Linux. Или, например, установить веб-сервер Nginx. Или установить докер. Ну и множество других сценариев использования. Как же можно запустить нашу Ubuntu? Запустить ее можно из меню Пуск. Также можно получить доступ к файлам системы. Для этого откроем проводник. Слева выберем Linux Ubuntu. И перейдем в домашнюю папку пользователя. И в ней создадим текстовый файл для проверки. Теперь запустим нашу систему. Как мы видим, наш файл создался. Выведем содержимое файла на экран. Также в Ubuntu подключаются все диски из Windows. Например, у меня есть диск C. Для того, чтобы получить доступ к данному диску. Необходимо перейти в папку MNT. Куда и монтируются все диски. Перейдем на диск C. И увидим задержимое диска C. Запускать Linux дистрибутиву можно также при помощи Windows терминала. Он teste допустим чуть-ч Rash — Установим его. Продолжение следует... Продолжение следует... Помимо Ubuntu, доступны для установки и другие дистрибутивы. Следующей командой выведем список доступных для установки дистрибутивов. Например, установим Debian. Для этого воспользуемся следующей командой. Снова вводим имя пользователя. Пароль. И как мы видим, наша система установилась. И доступна для запуска. Для того, чтобы она появилась в терминале Windows, необходимо его перезапустить. Debian тоже используется последний на момент записи ролика в версии 12. В новых версиях Windows по умолчанию используется WSL версии 2. Выведем список установленных дистрибутивов и их версии. И увидим то, что используются вторые версии. Если же необходимо установить первую версию, то следующей командой необходимо установить версию по умолчанию на первую. Теперь, если мы запустим установку какого-либо дистрибутива, то поставится WSL версии 1. Например, установим Kali Linux. Снова задаем имя пользователя, пароль. Выведем список установленных дистрибутивов. И увидим то, что Kali Linux использует WSL версии 1. Снова по умолчанию установим WSL версии 2. Если же необходимо обновить WSL версии 1 до WSL версии 2, то можно воспользоваться следующей командой. Перед обновлением необходимо создать резервную копию нужных файлов. Запустим данную команду и увидим то, что выполняется преобразование. Снова выведем список установленных дистрибутивов. И увидим то, что наш Kali Linux обновился до WSL версии 2. Также в списке дистрибутивов вы могли заметить звездочку напротив Ubuntu. Это означает то, что по умолчанию все используемые команды будут запускаться в Ubuntu. Например, изменим используемые для команд по умолчанию дистрибутив на Debian. И увидим то, что звездочка стоит напротив Debian. Запустим Debian и создадим текстовый файл. Теперь следующей командой выведем содержимое этого файла. Теперь снова вернем Ubuntu в качестве дистрибутива для выполнения команды. И еще раз запустим эту команду. И увидим то, что данного файла не существует. Так можно выполнять команды, которые выполнятся в дистрибутиве, установленном по умолчанию. Для того, чтобы обновить утилиту WSL, можно воспользоваться командой Update. Как мы видим, у нас используется последняя версия. Соответственно, обновление не требуется. Получить информацию можно командой Status. А узнать версию соответственно командой Version. Для того, чтобы узнать, какие еще команды доступны, воспользуемся ключом к Help. Как мы видим, тут доступно множество команд. Снова выведем список установленных дистрибутивов. И, например, удалим Kali Linux. Для этого воспользуемся ключом Unregister. Снова выведем список дистрибутивов. И увидим то, что Kali Linux пропал. Также дистрибутивы можно экспортировать и импортировать при помощи команды Export и Import. Для того, чтобы установить какой-либо дистрибутив, не находящийся в списке доступных для установки, его необходимо импортировать при помощи тар-файла. Тар-архив с системой можно найти на некоторых сайтах дистрибутивов или сгенерировать при помощи докера. Также можно создать свой собственный пользовательский дистрибутив Linux для использования с WSL. На этом работа с WSL завершена. До встречи в следующих видео.